МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ Пятёрка! Продолжаем нашу младшую серию седьмые и восьмые классы в студии РУДИ Пятёрки. В студии нашей уникальной викторины для школьников, которую поддерживает облсполком, а творчески снимает телерадиокомпания Гомель. Спасибо им, поклон до земли. Сегодня мы решили, что хватит нам гомельских гимназистов. Пора попробовать силы и интеллектуалам из глубинки. Итак, Глухое Полесье, город Мозырь, замечательный, где у нас скачают нефть из откуда только могут. Итак, Мозырь, центр творчества детей и молодёжи, команда Ксении Буглак. Красные. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с ними Ростислав Маркович Миневич, легендарный педагог. В Синее Даниил Хольченя из Светлогорска. Город юности, веселья и красоты. Зелёный очень город. Светлогорск, центр творчества Ювента. АПЛОДИСМЕНТЫ Родная мама всех интеллектуалов Ювенты, Ирина Викторовна Сафонова. Спасибо ей. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, мы представились, мы обозначили возраст, назвали руководителей и капитанов. Пора играть. Проверим вашу интуицию. Блеф-игра. Ксения, у кого самая мощная интуиция в команде? Донс Вадим. Вадим. Хорошо. Даниил, определите вы такого человека у вас. У нас пойдёт Ирина. Итак, Вадим Продиверидов, вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание. Итак, внимание. Начнём. Верите ли вы, что учителем Александра Македонского был философ Аристотель? Прошу? Верю. Да, он и был его учителем, за что его Александр Македонский до смерти благодарил. Пять очков сейчас заработал Вадим. Верите ли вы, что герой-былин Илья Муромец родился в городе Муроме? Фальстарт у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. Ирина? Верю. Да нет, из того ли города из Мурома, из того ли села из Карачарова. Хоть он Муромец, но родился он в селе Карачарова. Вот так вот. Играем дальше. Ионийцы, Ахейцы и Дорийцы – это римские племена. Верите, нет? Прошу, Ирина. Не верю. Да, это греческие имена. Блестящие. Счёт сравнялся. Пять-пять. Верите ли вы, что полярная звезда нападится в созвездии Большой Медведицы? Фальстарт у вас. Ну, что вы так нервничаете, Вадим? Ирина? Верю. Выйдите ночью в поле, посмотрите на звёздное небо. Две такие кастрюльки, одна побольше, другая поменьше. Вот у меньшей, у малой медведя на хвосте красивая, яркая звёздочка. Это полярная. Играем. Верите ли вы, что в Канаде символ трудолюбия – это бобр? Прошу. Верю. Да, конечно, очень трудолюбивый зверь. Десять-пять обменялись первыми ответами, первыми ударами, шпажными, первыми пистолетами, выстрелами наши интеллектуалы. Ну что ж, десять-пять. Модли пока впереди. Дуэль-игра! Дуэль-игра. Пять боёв, пять тем, пять встреч лицом к лицу, интеллект на интеллект, характер на характер. Итак, пробуем. Темы. Первый бой – великий и могучий. Тема о русском языке. Второй бой – и то, и другое. Многозначные слова и амонимы. Третий бой – покрутим глобус. Тема географическая. Четвёртый бой – флора и фауна. Братья наши, меньшие и не очень. И, как же без них, точные науки. Это пятый бой. У вас пять секунд, чтобы решить, кто кует. Тема себя готов. Взять. Поехали! Пять секунд истекли. Быстро справились. Налажено взаимодействие в команде. Начинаем с первого. Великий и могучий. Могучий. Ксения, знатоки русского, есть в команде? Да, есть. И это Валерия Фалина. Это Валерия. Великолепно. Данил у вас? Тоже есть. И это Ирина. Итак, Валерия против Ирины. Вперёд! Ира, напоминаю, что это ваш последний выход. Больше двух раз на с игровой стойке не выходят. Итак, внимание. Великий и могучий. Будьте внимательны. Приведите самый близкий вам пример имени собственного. Самый близкий лично вам. Прошу, Ирина. Ира. Это правильный ответ. Имя собственное, собственное имя. Самое близкое, что у вас есть. Кроме мамы, конечно же. Играем. Посмотрите на меня. В каком наклонении я применил глагол? Ира. В повелительном. Блестяще, хорошо. Инструкцию пишут официально деловым стилем или научным? Ира. Официально деловым. Прекрасно. Пока без ошибок. Неужто ты влюблён в меньшую предложение по цели высказывания? Какое? Неужто ты влюблён в меньшую? Какое по цели высказывания? Вопросительное, поздно, поздно, милая моя. 5 секунд, даже 7 прошло уже. Играем. И в окончании боя. Эта изменяемая часть слова служит для образования разных форм одного и того же слова. Прошу. Окончание. Окончание, конечно. 20 из 25. Ирина принесла своей команде. И счёт 10-25. Впереди уже Светлогорск. Следующий бой. И то, и другое. Многозначные слова. Амонимы. В общем, слово вроде бы одно, а смысл вроде бы разный. Ксения, кто такие тонкости ловит у вас? Я. Хорошо. Даниил? Пойдёт Ангелина. Ксения против Ангелины. Вперёд! Ксения! 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 Это и вселенная, и время без войны. Прошу. Мир. Мир, конечно же, господи. И орбитальная станция ещё могу добавить. Была такая. Этот химический элемент тёзка соснового леса. Бор. Бор. Таким может быть продукт, и таким может быть прилагательное. Это одна из категорий прилагательных. Сладкий? Да нет, сладкая прилагательная, что-то я не помню о такой категории. Ксения, может, вы знаете. А есть качественные прилагательные. Качественные. Играем. Она может быть и дверной, и шариковой. Прошу. Ручка. Да, Ксения, это ручка, вы правы. Это и лётчик, и тот, кто за рулём болида Формулы-1. Да. Водитель? Водитель. Да, нет. Прошу. Пилот. Пилот, естественно. Браво! Великолепно отыграла Ксения. Капитан команды. Увел свою команду вперёд. 30-25. Игра равна. Следующий бой. Ксения, пришла пора крутить глобус. Кто у вас спец по кручению? Вадим Донцу. Вадим, в последний раз выходите. Второй ваш выход. Даниил? Пойдёт Ксения. Итак, Вадим, проявим Ксении. Вперёд! Поехали, крутим глобус. Географический бой. Первое кругосветное плавание началось под его руководством. Фернанд Магеллан. Конечно. А закончилось оно под руководством капитана Эль Кана, потому что Магеллан погиб в пути. Играем. Современные египтяне называют эту реку Эль-Бахр. Прошу. Река Нил. Река Нил, конечно же. Хорошо. Полюса – это наиболее удалённые от него точки земли. Он? Экватор. От экватора, конечно же. Туннель под этим проливом соединяет Францию и Англию. Прошу. Пролив Ла-Манш. Ла-Манш. Браво! Из какой страны родом Карлсон? Из фальстартовой страны, понятно, которая живёт на крыше. Прошу. Из Швеции. Из Швеции. Конечно, в Стокгольме он жил. 30-50. Великолепная игра. Впереди Светлогорск. Следующий бой. Ксения Флора и Фауна. Нужен биолог срочно, чтобы управить положение. Прошу. Алиса Барина. Хорошо. Данил у вас? А у нас Дарья. Прекрасно. Алиса против Дарьи. Вперёд. Этот раздел биологии изучает растительные организмы. Ботаника. Ботаника, конечно, всё очень просто. Но нельзя называть тех людей, которые изучают ботаники в плохом смысле. Растения каменноугольного периода, спрессованные без доступа воздуха, превратились в него. А что же каменноугольный период-то, собственно? В камень. В камень. В каменный уголь. Конечно же, в каменный уголь. Так называется жидкое содержание клетки. Да. Вакуоль. Вакуоль. Не. Три, четыре. Зал хором. Цитоплазма. Цитоплазма, конечно же. Вот как хорошо в зале сидеть и играть. Всё знаешь. А что не знаешь, сосед подскажет. Играем. Обезьяны относятся к отряду приматов. К какому отряду относится человек? Человек тоже относится к отряду приматов. Да, обезьяны мы, конечно. Ничем мы от них практически не отличаемся. И последний, я бы сказал, хвостовой вопрос боя. Тело птиц состоит из головы, шеи, туловища и его. Хвоста. Хвоста. Конечно же, внимательный игрок. И счёт 35-60. Светлогорск лидирует. Следующий бой. Ксения, Ксения, сейчас в одном лице нам нужен человек-физик, химик и так далее, и так далее, и так далее. Знаток точных наук. Кто это? Альберт Идиханов. Альберт. Даниил, небось, сами пойдёте. Пойду я. Итак, Альберт против Даниила. Вперёд! Поехали. Элементарная задачка. Найти скорость движения пешехода, если он прошёл 16 километров за 4 часа. Прошу. 4 километра в час. С ума сойти, это правильный ответ. Играем. Она является единицей времени в системе СИ. Секунда. Секунда, да, конечно. Отлично. Этот толкователь Библии, а заодно и управляющий британского монетного двора, сформулировал основные законы механики. Прошу. Ньютон. Ну, его соотечественники и образованные люди произносили Ньютон. Ну, я засчитываю ваш ответ. Играем. 8 минут 19 секунд свет идёт от Солнца до... До Земли. До Земли. Это правильный ответ. 300 тысяч километров в секунду. Но, тем не менее, больше 8 минут требуется. Играем. Поднимая уровень воды в реке с помощью плотины, мы повышаем её потенциальную энергию или кинетическую? Потенциальную. Потенциальную, конечно же. Итак, внимание. Счёт после дуэль игры. 40-80. Ровно пополам нужно что-то делать. Мозы, встрепенулись. Тест игра. Ксения, белорусская игра, тест игра, игра с вариантами. Наше скоростное централизованное тестирование. Нужен знаток нашей синевокой, её истории и культуры. Кто это? Это Валерия Фалина. Это Валерия. У Даниила. Пойдёт Дарья. Патриот нашей страны. Итак, Валерия против Дарьи. Вперёд! Итак, белорусская примовка таким чином. Старого поважай, амолога. А. Зневожай. Б. Повучай. Ц. Гоняй. Прошу. Ответ Б. Повучай. Добро. Десять очков. Выдатненько. Князь Всеслав Чародей правил. А. В десятом веке. Б. В одиннадцатом веке. Ц. В двенадцатом веке. Прошу. В десятом. В десятом это правильный ответ. Десять очков Светогорску. Частина мовы, якая указывая на особый тип предмет, а леж не называя их. Гэта. А. Назовник. Б. Прыметник. Ц. Займенник. Займенник. Займенник местоимения по-русски. Играем дальше. Белорусская батлейка. Гэта. Театр. А. Кукольный. Б. Драматический. Ц. Музыкальный. Прошу. Ответ А. Кукольный. Конечно же, все логично. Сын белорусский Рогнеды Ярослав был прозван А. Святым. Б. Мудрым. Ц. Грозным. Прошу. Б. Ярослав. Мудрый. Конечно же. Это правильный ответ. И счет после тест игры. 60-110. Великолепно. Это заявка на победу. Б. Мудрым. 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 Бывало так, что перед слайд-игрой кто-то вырывался вперед, но игра на нашей картинке, в котором правильный ответ оценится в 15 баллов, 15 очков, все меняло в раскладе. Итак, слайд-игра. Любимое развлечение, любимое развлечение игроков вроде «Пятерку» слайд-игра. Картинка, буковка, а вот сегодня буковок не будет. Потому что тема нашей игры – национальные костюмы. Вы видите человека у белорусским, скажем таки, уборы, строи и кажете «Гэта Беларусь». А бачите «Абрэка», говорите «Опа, это грузин». Вах! Не забудьте «вах!». Итак, национальные костюмы. Ксения, кто знаток этнографии у вас? Пойду я. Блестяще. Капитан берет на себя самое сложное. Даниил. Пойдет Ксения. Итак, Ксения, проведем Ксении, болеем! Ксения! 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 Итак, ничего сжать не нужно. Смотрим на экран, видим картинку. Я по очереди буду обращаться к вам. 15 очков слету. Ответ 10 на подборе. Начнем с выигрывающей команды. Светлогорск. Первая картинка. Белорусы. Белорусы. Это, к сожалению, неправильный ответ. Ксения. Украинцы. Украинцы. Русские, кокошник-то, господи! Да, на трибуках всегда легче. Ксения, я прошу вас. Это казахи. Казахи. Китайцы. Итак, китаец. 10 очков на подборе заработала. Прошу вас, Ксения. Это грузины. Вах! Это грузины. 15 что ли? Ксения. Это белорусы. Прошу вас, поправьте девочку. Это украинка. Украинка, конечно. Веночек из цветочка. Прямо вот Наташа Королева вылитая. 10 очков заработал Светогор. Спрошу вас, Ксения. Может быть, это француз. Француз? Нет! Меньше, чем Франция. Ксения. Ксения, у вас 5 секунд. 3, 2, 1, отвечайте. Говори любую страну, любую национальность. Германия. Германия. Ребятушки, это гвардеец, который охраняет Ватикан. По традиции их набирают из Швейцарии. А костюмы для них придумал еще в времена возрождения сам Микеланджело. О как. Итак, продолжаем мы с Ксенией. Прошу. Это Япония. Япония, японочка, конечно же. Плюс 15. Ксения, ваш шанс. Это евреи. Что вы говорите? Таки да! Это не просто евреи, евреи хасиды, самые ортодоксальные из евреев. Прошу вас. Это... Это индейцы. А, индейцы. Индейцы, это правильный ответ. Хорошо, вы проигрываете, я немножко вам подсуживаю. Великолепно. Прошу вас. Это из Индии. Индус. Да, индусская Индия, конечно же. Правильный ответ. Великолепно. Ксения, прошу вас. Это Беларусь. Это Беларусь, да, это белорусский строй. Один из многих строев. Итак, после нашей слайд-игры 105-175. Разрыв сократился, но все-таки он есть. Средлогорск впереди. Решающая. Риск игра. Итак, внимание. Итак, внимание. Риск игра. Самая тяжелая игра. Игра со штрафом. Неправильно ответишь. Минус 20, зато правильно. Плюс 20. Но можно и промолчать. Итак, Ксения, самый сильный ваш игрок должен идти в бой. Кто это? Алиса Балина. Алиса самый сильный. Даниила, не будь себя отправите. Вы правы. Алиса против Даниила. Вперед. Алиса против Даниил, не будь себя равна. Вперед. А темы риска игры повторяют темы игры дуэльны. Великий и могучий. Первый вопрос. Мудрый. Это полное прилагательное. А краткая форма этого прилагательного? Тишина. Тишина. Да. Мудр. Ты мудрый, а он мудр. Браво! Плюс 20. 125. 175 играем. И то, и другое. Это и газовый шар, излучающий свет, и знаменитость. Прошу. Звезда. Это правильный ответ. География. Крутим глобус. На американских картах столько океанов. Вот на наших 4. Ну, американцы, естественно. Никто не рискнул. Они еще считают океаном Южный океан вокруг Антарктиды. Теперь вы это знаете. Играем. Флора и фауна. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны можно найти в ней. Прошу. В красной книге. Красная книга, конечно же. И точные науки. Сосчитайте. Вы родили в пятерке 5 разных игр. Только что вы их отыграли. Сколько всего вопросов? Считаем. Блеф игра. 5 игр. Дуэль игры. 25. В сумме 30. Добавляем 5 вопросов. Тест игры. 40. А, 35. Прошу прощения. Добавляем 10 вопросов слайд игры. Ну и 5 вопросов риск игры. И итог для вас ясен и понятен. 50 вопросов. Итак, это был правильный ответ. А сейчас правильный ответ. Счет. 125. 215. Вот переставились циферки. Итак, победа Светлогорска в этой игре. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Счастливым светлогорцам подарки от телерадиокомпании ГУМИТ. Кроме того, что я хочу поздравить Светлогорск, я хочу сказать Мозырю, не унывайте. Дело в том, что буквально в декабре у нас пойдут праздничные новогодние игры. Мы отбираем ярких, красивых, сильных игроков именно для нее. Есть уже потрясающие у нас кандидатуры по первым играм. Так что у каждого из вас есть шанс попасть в нашу новогоднюю серию. Блистайте. А главное, улыбайтесь. Улыбайтесь. Ну а тем, кто сейчас нас смотрит, у меня другой совет. Игроки, улыбайтесь. А вы, дорогие мои, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ